Бисмилляху, альхамду лилляху, ассалату ассаламу аля расулилляху, аля алихи и ассахбихи, аджмаин. Амма ба'ад. Продолжаем чтение. Последнее правило, которое мы записали, было... Предпоследнее правило было... Аф'алю Аллахи та'аля макрунатун биль хикма. Все дела Аллаха связаны с мудростью. И то, что пошел дождь, и нам пришлось пересесть, в этом есть мудрость или нет? Связано это с мудростью? Есть, конечно же, мудрость. Во всех делах Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля, Аллах тут не спасла и дождей, так ведь? И в этом также есть мудрость. Последнее правило. Аль-джизау аля амал, да ирун байна л адли в аль фадли. Воздаяние за деяния вращаются между справедливостью и щедростью Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Мы сказали, что какое бы дело ни было, во-первых, в этом мудрость содержится. Во-вторых, либо справедливость, либо щедрость и милость Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Поэтому неверующие, грешники зайдут в огонь по справедливости Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. А как иначе? Аллах, субханаху ата'аля, говорит, «Афанаджа алиль му'минин, а каль афанаджа алиль мусульмина, каль мудримин». Неужели мы сделаем мусульман такими же, как нечестивцы? Разве это подобает справедливому, мудрому Господу Табараку ата'аля? Человек, который всю свою жизнь, возможно, претерпевал бедность, возможно, претерпевал какие-то страдания, но все равно поклонялся ему единому и выполнял то, что он велел Табараку ата'аля. И не было у него из благ этой жизни ничего. Возможно, на протяжении 60, 70, 80 лет, которые он прожил, ничего не увидел. Другой человек наплевательски отнесся к велениям Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Не выполнял их, делал то, что он пожелает, и все у него в этой дуне было. Все было в излишке, все было в избытке. И разве из справедливости Всевышнего Аллаха, что когда скончается первый, когда скончается второй, покорный раб станет таким же, как тот, кто грешил всю жизнь? Неужели мы, мусульман, сделаем такими же, как нечестивцы? Что с вами? Как вы рассуждаете вообще? Как вы судите? Нет, деяние Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля, из его справедливости, из его мудрости, то, что грешники заслуживают огня и зайдут в огонь по его справедливости. Праведные же заслуживают рая и зайдут в рай по его милости. Даже тот, кто старался и делал благие деяния, даже если он ни одного греха не совершил за всю свою жизнь, он зайдет в рай только лишь по милости Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Как об этом сказал пророк, саллиллаху алейкум ассалям, никто из вас в рай по своим деяниям не зайдет. Почему? Потому что мы не сможем выкупить рай за свои деяния. Наши дела ничтожны. Наши дела ничтожны. Как бы нам ни казалось, какими бы великими в наших глазах они ни казались, на самом деле это ничто. Они все переполнены недостатками. В них во всех присутствует изъян. А рай, это дорогая вещь, братья, как пророк, саллиллаху алейкум ассалям, сказал, аля инна сил'ат Аллахи галия. Но товар Аллаху он дорог. Аля инна сил'ат Аллахи л'джанна. Ведь товаром Аллаха является рай. Мы никогда нашими делами не сможем выкупить рай. Или чтобы, как говорят же, баш на баш. Мы тебе деяния наши, ты нам за это рай. Нет такой вещи, за что можно было бы купить рай. Нет, ты не сможешь этого сделать. Рай, это милость Аллаха. И те, кто зайдут в рай, зайдут только лишь по милости Аллаха. Указывает ли это на то, что дела делать смысла нет и не нужно их делать? Нет. Однако дела являются причиной вхождения в рай. Я уже этот пример приводил. Еще раз приведем, как, допустим, человек. Представьте, какой-то человек. Взяли его на работу, допустим, на шабашку. Взяли, давай день, есть шабашка, поможешь что-то сделать. Сделай что-то и то-то, допустим. И он весь день старался, добросовестно работал. Под конец дня он примерно знает, что за такую работу ему, допустим, должны заплатить 2000 рублей. Или, допустим, 3000 рублей. Приходит человек, работодатель и говорит, допустим, держи полмиллиона. Или вот, допустим, ключ от моей машины дорогой, забирай. Он говорит, за что? Моя работа не стоит этого. То есть не стоит этой машины какой-нибудь дорогой, там, я не знаю, что. А? BMW X6? Ну да, не 3000, не 3000 рублей стоит. Хорошо. Он говорит, это того не стоит. Он говорит, я знаю, просто забирай, я щедрый человек. Забирай его. Так мы можем сказать, что вот эта работа стоила ему BMW X6? Что он? Нет, он сделал работу на 2000, максимум на 3000 сделал. Однако другой вопрос. А если бы он вообще не пошел к нему на работу? Сказал бы, нет, не буду ничего делать. Достиг бы он этого или нет? Нет. То есть его вот эта работа стала причиной того, что этот человек по своей щедрости даровал ему такую хорошую машину, дорогую машину. Если бы он не работал, не было бы, она стала причиной. Но в то же время можем мы сказать, он заработал, то есть своим трудом в этот день он заработал. Нет, не заработал. Не заработал. Это намного больше. А рай, это вообще бесценная вещь. И мы со своими вот этими вот, братья, намазами, в которых мы не знаю о чем думаем, постами, во время которых мы разговариваем о том, о чем не следует разговаривать, со всеми нашими мыслями, со всеми нашими болезнями, сердец, как зависть и так далее, с отсутствием покаяния перед Всевышним Аллахом, хотим выкупить рай. Братья, это абсурд, это смешно, утопия какая-то. Поэтому все это вокруг справедливости и щедрости Всевышнего Аллаха. Люди зайдут в рай только по щедрости. Поэтому даже когда пророка, салли Аллаху алейкум, спросили, и даже ты у посланника Аллаха, он сказал, и даже я, и даже я, если только не проявят ко мне Всевышний Аллах свою милость, сказал Таид. Следующее правило. Тридцать восьмое. Каждый единобожник будет в раю, и каждый неверующий будет в огне. Мы должны знать, что человек, единобожник, муслим, рано или поздно все равно его конец будет в раю. Навечно. Неверующий же заходит в огонь. И так же навечно. Нет конца. Это то, что решил Всевышний Аллах, субханаху ата'аль. Аллах, субханаху ата'аль, в Коране говорит, Тот, кто уверовал в Аллаха, видите, единобожник, уверовал в Аллаха, и совершал хорошие дела. Такого Аллах ведет в райские сады, под которыми текут реки, и он прибудет там вечно. И он прибудет там вечно. В другом айте Аллах, субханаху ата'аль, говорит, А те же, которые не уверовали и сошли ложью наши знамения, они будут обитателями огня и вечно прибудут в нем. Как же скверно это место прибытия. Это решение Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аль, как некоторые говорят. Эти ваххабисты считают, что у них ключи от рая и от ада. И они вводят кого? Да никто не вводит никого. Просто эти суфисты, эти шииты, эти заблудшие течения и так далее, не читают Куран и не знают, что это то, что это решение Аллаха, это то, что предписал Аллах, таковы желания Аллаха, такова мудрость Аллаха, такова справедливость Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аль, что единобожники зайдут в рай, а многобожники неверующие зайдут в огонь. И некоторые люди не понимают, говорят, ну как, как, субханаху ата'аль, ну вот у меня есть сосед, допустим, ну да, он многобожник, он помимо Аллаха поклоняется тому-то, тому-то, носит там что-то на шее и так далее, преклоняется перед картинами. Ты хочешь сказать, ну он такой, он так добр ко мне, он так щедр к моим детям, он мухи не обидит и так далее, ты хочешь сказать, что он зайдет в огонь, да я не хочу сказать, Аллах, субханаху, это решение Аллаха. Если тебе его жалко, призывай, если тебе его жалко, призывай, разъясняй единобожие, объясняй ему пути к раю. Однако ты своим лишь желанием не сможешь изменить решение Аллаха, субханаху ата'аль, это правило такое. Или же наоборот, человек единобожник, и кто-то может сказать, вот он, ты хочешь сказать, он зайдет в рай? Да мы с ним бизнес вместе сделали, субханаху ата'аль, он всех нас перекидал, три брата было, всех кинул. Да, ходит в мечеть, да, единому Аллаху поклоняются, да, единобожие придерживаются и так далее. Но он такой зульм сделал, но он вот так сделал. Однажды я видел, что он вот так и так далее и тому подобное. Мы говорим, все это плохо, но окончательно, если он единобожник, то окончательное решение относительно него, решение Всевышнего Аллаха будет, что он будет в раю. Даже если вам это не нравится, как в хадисе, который имам Аль-Бухари приводит, когда пророк сказал, тот, кто скажет, что нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, то бишь будет единобожником, зайдет в рай. И тогда Абу-Зар сказал, что даже если он прелюбодействовал или воровал, пророк сказал, даже если прелюбодействовал или воровал, Абу-Зар еще раз спрашивает, говорит, даже если прелюбодействовал или воровал. И на четвертый раз пророк сказал, даже если Абу-Зару это не нравится, даже если Абу-Зар этого не хочет, это решение Аллаха. Даже если ты этого не хочешь, даже если ты этого не понимаешь, даже если, даже если, даже если правило. Куллю му вахидин фил джанна, вакуллю кафирин фил нар. На. Следующее правило. Тридцать девятое. Наслаждение могилы и наказание в ней, также и спрос в ней, истинная правда. Наслаждение могилы, наказание могилы, спрос в могиле, все это является истинной правдой. Казалось бы, элементарные вещи. Почему мы не выделяем, как правило, и не говорим пост, месяц, рамадан, фарт, пятикратный ежедневный намаз, фарт. Потому что этому мало кто противоречит, все это понимают. Да, это элементарно. Здесь тоже элементарно, но есть люди, которые этому противоречат. Есть люди, которые это не принимают. Есть люди, которые поставили акль, фаукан накль. Свой разум выше текстов, аятов и хадисов. И говорят, что мы не можем поверить в это. Почему? Они не могут просто это отвергать. Все равно они должны какое-то оправдание. Какой бы бедаатчик не делал бедааты, у него на это есть свое оправдание. И они говорят, ну просто тексты, в которых сообщается о мучениях могилы, допустим, или о спросе в могиле. Это тексты, которые пришли в виде ахад, они не мутаватер. А акида такая важная вещь, что я не могу в свою акиду или в свою веру допустить хадисы ахад. Мы говорим, могли сделать это те, кто был лучше тебя, а ты не можешь. Только лишь удерживает тебя твоя философия. Верующий же передается аятам. Аллах субханаху атааля в Коране говорит Аллах субханаху атааля укрепляет крепким словом тех, которые уверовали, как в этой жизни, так и в следующей. И заблуждает Всевышний Аллах несправедливых людей и вершит Всевышний Аллах то, что пожелает. Каждый человек будет с прошлой могиле, а затем либо будет наслаждаться его могилой превратиться в сад из садов рая, либо его могилой превратиться в яму из ям ада. И есть некоторые хадисы, которые указывают на исключение некоторых групп людей, как, допустим, шахиды или же те, кто охранял границы исламских стран также. Правило, которое мы выводим из 15 и 16 байтов, из 15 и 16 байтов, в которых было сказано «Хадзар тякаду шафи'иу амаликин» это является акидой имама шафи'и, имама Маликова, Абу Ханифа и также Ахмада, как это передается от них. Если ты последуешь их путем, то ты из тех, кому сопутствует Аллах. Если же ты будешь водить нововведение, то нет тебе никакого доверия. Аль-Ка'идату ля-арба'ун Сороковое правило. Ас-Саляв Праведные предшественники Муттафикун сошлись Аля ля-акыдати ссахиха на правильной акиде. Праведные предшественники сошлись, были единодушны, были единогласны на одной правильной акиде. Или же акиды праведных предшественников была одна единая, общая, правильная акида. Так можете сформулировать. С подвижники сошлись на правильной акиде. Ас-Саляв Муттафикун Аля ля-акыда тссахиха. Более того, не только саляв и не только праведные предшественники. То есть, смотрите, акида, который придерживался Абу Бакар, этой же акиды придерживался и Умар. Этой же Акиды придерживался и Усман. Этой же Акиды придерживался и Али. Этой же Акиды придерживался Саад ибн Абив Аккас. Этой же Акиды придерживался Саид ибн Зайд. Этой же Акиды придерживался Тальха ибн Убайди Этой же Акиды придерживался кто? Абду 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 Абдул-Джеррах, также Абдул-Рахман и Абдул-Ауф, забыл кого-то, сказал, все сподвижники придерживались одной акыды, что значит одной акыды, было ли такое, что один сподвижник считал, что Аллах наверху, а второй считал, что он везде, а третий, что нет его места и нет ему времени, а четвертый считал, что иман не повышается и не понижается, а пятый считал, что деяния не входят в иман и так далее и тому подобное. А кто-то из них придерживался мнения, что верующие увидят Аллаха в судный день, а другой нет, нет. Среди праведных предшественников не было разногласий в этом, они все были на одной единой общей акыде, которая опирается на Кур'ан из Сунны Пророка, которую они почерпнули из Кур'ана из Сунны Пророка, саляма Аллаху алейхи вассалям. Более того, все пророки были на одной единой акыде. Ты хочешь сказать, что Муса, алейхи вассалям, верил или имел акыду, что Аллах наверху? Да. Ты хочешь сказать, что Ибрахим, алейхи вассалям, в вопросах имана, в вопросах акыды, веры в судный день и так далее, придерживался того же, чего Мухаммад, чему обучил нас Мухаммад, саллиллах алейхи вассалям? Да. Да. Именно так. Среди пророков и посланников, среди праведных пророков не было разногласий в вопросах акыды. Да, в вопросах фикха какие-то разногласия между ними были. Мы это знаем и видим. Однако вопросы акыды, они были на едином. И точно так же на едином были четыре имама. Несмотря на то, что очень многие люди в наше время говорят, что мы последователи такого имама. Однако мы видим, что их ильтикат, их акыда в корне противоречат акыде этого имама. В другой местности люди говорят, мы последователи имама шафи'и. Однако мы видим, что от имама шафи'и у них только фикх. Акыду они не берут. И более того, даже позиционируют себя так. Они говорят, мы такие люди, которые придерживаются матуридитской акыды, ханафитского фикха и нихжбандитского адаба или тариката и так далее. Или говорят, мы шафи'иты в мазхабе, мы аш'ариты в акыде, и мы там каадириты, допустим, в своих каких-то зикрах и так далее и тому подобное. Когда ты этим людям говоришь, субханаллах, в каком-то вопросе фикха, давайте следовать сунне пророка, саллиллаху алейху асалям. Есть ясный, четкий, далиль, далиль, хадис он, захир, явный хадис есть, который захир. Что пророк, саллиллаху алейху асалям, делал так-то и так-то, они говорят, нет, мы будем делать так, как сказал наш имам, так, как в нашем мазхабе пришло. Мы говорим, субханаллах, доставляешь сунну, и следуешь имаму, следуешь мазхабу, он говорит, а ты себя считаешь самым умным? Это люди и начинают перечислять их достоинства. Они сделали так-то, они были вот так-то, они заучили Куран, они знали вот это и вот это, 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 у меня к вам вопрос. Если это так, неужели вы думаете, что эти люди были такими умными и праведными только в вопросе фикха? А в вопросах акыды они были, как говорится, Таабан Таабаныч, что ли, он был в вопросах акыды? Нет, конечно же, рахматуллахи алейхи маджмаин, да помилует их Аллах. Так почему тогда ты акыду у них не берешь, а фикх берешь? Двойные стандарты, это основа из основ Аглюль-Бида, что двойные стандарты хотят усидеть на двух стульях. Танакут, Танакут, противоречие. Хвалят, хвалят имама, но хвалят тогда, когда им надо, когда надо отстоять свой фикх. А когда ты им говоришь, хорошо, я все, принимаю твою похвалу, согласен, давай, брат, тогда будем следовать этому имаму. Действительно, я с тобой согласен, но при условии, во всем. И в акыде, и в фикхе. Здесь начинается, что, ой, нет, так не пойдет, так не получится, мы же матуридиты и так далее, мы же ашариты, мы же иты, шмиты, биты и так далее. Аллаху аль мустаан. Мы говорим, ваши двойные стандарты прослеживаются везде, даже невооруженным взглядом. Следующее правило. Исходя из слов, если ты последуешь их путем, ты тот, кому было проявлено сопутствие. А если ты будешь вводить нововведение, то нет на тебя надежды, не можем мы на тебя полагаться, не заслуживаешь ты доверия. Правило. Кулу хайрин фитибааи ман салав. Кулу хайрин фи итибааа ман салав. Давайте допишем. Ва кулу хайрин фитибааи ман салав. Фи, я рахам каллах, фи итибааа ман салав. Кулу хайрин фитибааи ман салав. Ва кулу шаррин фитибааи ман салав. Все благо содержится в следовании праведным предшественникам. Все благо содержится в следовании праведным предшественникам. И все зло в том, что ввели последние поколения. И все зло в том, что ввели последние поколения. Поэтому, брат, если ты будешь придерживаться того, на чем были сахабы, Вот это первое поколение. Те, кем уже доволен Всевышний Аллах, знай, все благо будет. Возьмешь большой куш. Однако, если ты будешь смотреть на слова последних поколений, то знай, что ты соберешь себе все зло. Скажите, имам Абу Хасн-Ля Шари, допустим, он из первых поколений, из числа сподвижников или из последних тех, кто был за ним? Зань. Имам Абу Мансур Аль-Матуриди, он из первых поколений, сахабий был, таби'ин, или те, кто были уже за ним, потом, потом. Таквидин Набхани, основатель Хизбу Тахрир, из последних поколений или из первых? Из последних. Аль-Хасн-Уль-Банна, основатель Хуана Мусульмин, секты, из последних или из первых? Из последних. Илья Скандахляви и так далее, представители таблиг, из последних или из первых? Из последних. И мы видим все это зло, которое от них исходит. Все эти заблуждения. А Абу Бакр, Аумар, Аали, Ауthman, Али и остальные, первые поколения. Ты соберешь, брат, все благо, если будешь следовать им. И все зло вот в тех новшествах, которые ввели последние поколения. И последнее правило, очень важное правило, 42-ое, так ведь? Не считаются с словами бидарчиков. Бидарчиков не считаются со словами бидарчиков и не опираются на них. И не опираются на них. Как часто ты видишь, что какой-то брат делает, какое-то делает, и ты его спрашиваешь, а почему ты это делаешь? Он говорит, я видел имам такой-то мечети, сказал. Субханалла, брат. Зачем ты вообще его слушаешь? Зачем ты опираешься? Брат, люди, которые не следуют сунне, которые вносят в религию нововведения, разные бидаты, они не заслуживают того, чтобы ты прислушивался к ним. Более того, запрещено их слушать. Сколько от праведных пришли с них приходит слов? Не сиди вместе с нововведенцами. Они заразят твое сердце болезнью. И так далее. Очень-очень много слов. В порицании совместных собраний. Или сидеть, если не ошибаюсь, когда к Мухаммаду ибну Сирину подошли и сказали, подошли люди из числа нововведенцев и сказали, давай мы тебе прочитаем только лишь один аят. Сказал, аля нисфалькалима, сказал. Даже полслова вы мне не прочитаете. Даже полслова я от вас слушать не буду. Я вам не доверяю. Вы не заслуживаете доверия. Нельзя опираться мне на ваши слова. А сколько в наше время люди доверяют каким-то газетам непонятно. Каким-то журналам. Стоит подписать лишь исламский и все. Субханаллах. Когда на часах, допустим, у него написано или на какой-то одежде, допустим, бренд. Какой бренд есть? Написано, допустим, Adidas. И продается это где-то на рынке. Скажешь, брат, оригинал Adidas. Айда, берем. Он скажет, брат, смеешься, что ли? Это не оригинал. Оригинал не стоит 150 рублей на рынке. Нет, брат, написано же Adidas. Брат, ну будь умней. Не все, что где написано Adidas, является оригиналом Adidas. Брат, машааллах. Я, аль-хамдуля, это понимаю. Просто я хотел подсказать тебе, что религия должна исповедоваться так же. Не все, где написано исламский, является действительно исламским. Не все, где написано хадис, действительно является хадисом. Не все, где написано, просто лишь приписано к исламу и так далее, является таковым. Нет, брат. Сколько бедаатов. Посланник Аллаху, саллиллаху, алейхи, ассаляму, нас предупреждал об этом. Сколько имамов, которые вводят заблуждение, и пророк, саллиллаху, алейхи, ассаляму, иннама, сказал, больше всего я боюсь за свою общину имамов, которые вносят заблуждение, потому что люди к ним прислушиваются, люди присматриваются тому, что они говорят. Каждый, кто встает на мимбар, превращается в алима, в шейха, у которого можно слушать. Это не так. Это не так. Человек должен быть внимателен. На какие каналы он подписывается, будь то в Ютубе, Телеграме, там еще где-то и так далее, в WhatsApp. Человек должен быть внимателен к книгам, которые он читает. Человек должен быть внимателен по отношению к лекциям и лекторам, которых он слушает. Почему? Потому что это связано с его религией. Если он так внимателен по отношению к одежде, которую он носит, и не допускает, чтобы одежда была неоригинальной и так далее, то что же сказать о религии? Почему ты допускаешь вот этот фальшь, вот этот брак и так далее в своей одежде, в своей религии. Прошу прощения. Нет. Если человек бедатчик, он не заслуживает доверия. Не надо его слушать. Не надо вообще прислушиваться, присматриваться к тому, что он говорит. И так далее. Исходя из слов шейха, если ты будешь бедатой делать, нет на тебе опоры. Нет на тебе никакого доверия. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы он сделал эти уроки полезными для нас. Чтобы эти правила стали правилами нашей жизни. И посредством этих правил Всевышний Аллах, Субханаху Аталия, облегчил для нас исповедание его религии и укрепил наши стопы на истине. Просим Всевышнего Аллаха, Субханаху Аталия, рая. Всевышний Аллаху Аталия, Субханаху Аталия, Поехали! Поехали!